Однажды встретился с друзьями-спортсменами. Разговаривали о многом, в том числе и на духовной темы. Один из их друзей принял ислам, чем сильно всех удивил. Ладно бы он был выходцем с Кавказа, человеком далеким от нашей культуры, наших традиций, нашей истории. Нет, он учился с ними в одной школе. Голубоглазый русский богатырь, касаясь о жене в плечах. Вырос в обычной русской семье, здесь в России. Его деды, прадеды, все наши местные. Сам он вообще поначалу в казаках ходил, по большим церковным праздникам с товарищами храм охранял, архиерея там встречал, святые иконы крестными ходами носил. Золотые погоны, лихой чуп из-под папахи, портупея, царские кресты на всю грудь, хромовые сапоги со скрипом. В том раз стал мусульманином. Говоря об этом, его друзья недоумевали, переглядывались. Я спросил, а веру-то он все соблюдает, молится там, намаз совершает, что там у них полагается. Они говорят, он за последнее время сильно изменился. Пока не помолится, на тренировку не идет. Старается ни с кем не спорить, ругаться перестал. Я говорю, вот и молодец, что живет по своей вере. Вера – это его личный выбор. Его право верить во что он хочет. По крайней мере, в своих духовных исканиях он уже определился, а потом спросил, кто из них ходит в храм, не обязательно там по праздникам, а так, сам по себе. Кто знает молитвы и вообще старается жить по заповедям, как обычный нормальный верующий человек. Они отвечают, те, кто в казаках, у них батюшка духовник строгий, заставляет на все праздники, обязательно причащаться. Я говорю, понятно, батюшка, а так, чтобы сам, по зову сердца, возникла неловкая тишина. Один сказал, что у него дочь учится в воскресной школе. По воскресеньям он возит ее на занятия, и на службу, и на причастие. Еще один, что регулярно исповедуется и причащается. Почему? Потому что в Бога верит Иисуса Христа. Бабушка с детства приучила. И в храм он ходит, сам по себе, просто так. Не может по-другому. Такие дела. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова